Всем огромнейший привет! Сегодня буду бриться вот такой любопытной бритвы Я ее уже пару раз показывал, это Джон Барбер, это ранняя версия по клюночку Кстати говоря, ребят, я как-то говорил о том, что не всегда хвостик говорит о наличии и отсутствии хвостика Она говорит о том, что она до начала 19 века Вот бритва начал 19 века, то есть первая четверть, скажем так, это ориентировочно 20-й год Может быть даже чуточку раньше, но у нее хвостик не такой уж и маленький Надо еще обращать внимание на саму конфигурацию полотна И вот такая форма, это очень, скажем так, ранние бритвы, то есть это начало 19 века Джон Барбер, один из лучших мастеров своей эпохи, касаемо тех самых бритв Вот здесь такой интересный значочек, если там будет видно Масонский угол и циркуль, по-моему, там, да? Вот Это что касаемо инструмента Раз Второе Такой будет у меня сегодня помазочек Из 80-х Новенький в коробочке Покупал в Америке, кажется Всегда готов Every Ready, по-моему, так называется И хоть написано, что это Poor Badger, да? Но, тем не менее Когда Тогда еще люди не скупились Делали Очень комфортные И Качественные помазочки Касаемо ворс То есть он фактически не стриженный И он не уступает сельвертипу Вот, говорю, как есть Сразу же его Смочу В свои чашечки Вот так это будет выглядеть Теперь Касаемо мыло Это Кратком анонсике показывал Мыло Будет Даже не вскрывал еще Акмюле Это Как мне Саша сказал Новая серия Вот такая красивая баночка Новая серия Вот такая шепочка Это Грейпфрукт И, по-моему, что-то связано с мятой Мяту не люблю Но Но Очень мне нравится Когда она есть в чае Вот только там я ее Положительно Воспринимаю А вот есть Даже Сказал не то чтобы мяту А ментол Мне не очень нравится Аромат очень нежный Мяты не чувствую Пока Но сейчас посмотрим И смочу я его Вот У меня вот такая вот Чашечка Это тоже из 80-х Брал ее в новенькой упаковочке Подарил Лехе Леха что-то ей не пользуется Я взял ее Ну смотри валяется Я взял ее Вот Вот Сюда Сейчас Опущу Эту шайбочку Смочу ее водичкой Вот Вот А мы выпускаем Чуточку Чуть-чуть Покиснет А тем временем Пока Нанесу Пришеев Пришеевом Сегодня Воспользуюсь От Мартина Декандре Вот Такой Вот Пришеев Хорошо Есть Так Смочил Мыло Смочил Помазок И сейчас посмотрим Вот Так Вот Взял Почему Этот помазочек У нее длинная Такая достаточно Ручка Он не очень большой И для этой чаши Будет самая она Сюда Чубиком Вторым точно Ну Влезть то влезешь Но не размашешься Сюда У меня хорошо подходит Вот этот помазочек И от Мистера Кобса Тоже там Ручка такая Взбивается Очень бодро Я бы даже сказал Слишком бодро Сейчас посмотрим Что из этого получится Сейчас я пока нанесу Вот Для того Чтобы в этом свето Убрать Немнее чем Полотенце Замечательный Помазочек Очень нужный Сейчас Насчет Работы Пока Ничего не скажу Потому что На мне еще Находится Пришев от Мартина Декадре Он тоже такой Приятный аромат У него очень хороший Вот Но само мыло Я смотрю Неплохо Так это наносится Касаемо ингредиентов Ребят Ничего не могу сказать Вам почитайте Кому будет очень интересно Ну что ж Такое прикольное Муло Сейчас посмотрим Как оно Скользит Вот И уже потом Что то можно будет Сказать Сказать Так Горячий Очень Так Идем дальше мыло кстати говоря твердое ух прям как камешек а Так, Джон Барбер. Такое вот интересное у него полотно. Клиночек такой. Ну что ж, поедем. Когда-то делал взор этой бризли. У меня есть еще один Ролл Варбер. Тут еще меньше. Такой интересный инструмент. Я вот обратил на что внимание, так это на то, что очень такой интересный блеск, как у фольги этого инструмента. Это литье, разумеется. Ну и дальше там, скорее всего, ее приводили до кондиции уже мастера. Ну это как, собственно говоря, знаете, когда говорят, опасная бритва ручной работы, я всегда задаюсь с вопросом, какой остановка эту бритву может от начала до конца сделать без рук человека. Я не знаю, что я говорю. Даже современная бритва, то ли это Тьерре, то ли это... Нью-Йоркский производитель нынешний... Все равно там. Без человеческих рук не обойтись, это не ложку сделать. Штамповый. Другое дело, какие руки это все делали, вот в чем дело. Есть здесь и плюсы, и минусы этой бритвы. Ну, во-первых, можно по неосторожности очень легко залезть пальцем на кромку. Она очень острая, разумеется. Но в то же время она идет в этом месте на сужение. И если, допустим, хочется там под носом развернуть бритву, это получается очень даже легко вот в этом месте. Она не испытывает такую нагрузку, как я и жалею, это было бы на конце бритвы. И здесь вот он себе губ развернул. Бритва очень любопытная. Ну и потом, извините, у меня такой раритет. Ей реально 200 лет. Ох! Что-то себе расковарял. Развернул, так сказать, бритву. Но, скорее всего, обовячка. Это не порез. Потому что у меня здесь где-то что-то есть. Мыло. Мыло мне нравится. Оно, кстати говоря, такое густое. Достаточно при всем при... Потому что она твердая. Очень легко отдает пенку. Касаем аромата. Аромат достаточно сдержанный. Я бы не сказал, что здесь какой-то присутствует аромат прямо цитрусов. Ну, в частности, грейпфрукты. Я здесь особо не ощущаю. Если сказать, что вообще не ощущаю. То есть я здесь ощущаю аромат мыла, скажем, такого. Классического запаха такого мыла. Классического запаха. Но само мыло такое интересное, любопытное на самом деле. То есть если чтобы это не забивало потом аромат автошива я думаю, это все на этом. так. 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 Вот эту бритву я покупал в Канаде. Он уже говорил, повторюсь еще раз, что ручка скорее всего от Вейденбучера, она более поздняя, хоть и с большими клепочками, этими шляпками на гвоздьях, но это оправа не того времени, те оправы были прямые, у меня есть бритва Скаргал, она где-то этих же лет, тоже очень такая старенькая, причем в обалденном состоянии, и очень хорошо даже сохранилась ручка, то есть она не поедена никакими жугами, там ничем, вот, как-нибудь я побреюсь. Да, вот тут у меня какая-то болячка, которую цепляю, чувствую. Да, вот такой формы бритвами пользовались еще, можно сказать, так это наполеоновские времена. Вот, а если говорить еще о более ранних моделях, они были еще и выгнуты, такие курносые. То есть форма такая же практически, но еще и вот так вот, такой сабелькой было выгнуты. Так, теперь касаемо скольжения, насколько она скользкая. Ну, мыло, я вам хочу сказать, такое не архи скользкое, оно по этой части, оно уступает английским мылом, скажу, как есть, вот тут меня все-таки что-то срезал себе, да, а в целом неплохо, ну и последний раз, но зато мылится бодрее. И, знаете, вот есть такое ощущение, оно такое при всем, при том, что оно твердое очень, оно такое жирненькое. Я не знаю, оно на растительных жирах или на животных сделано, надо тоже выяснить. И помазочек вот такой вот, с такой классической ручкой, вот, это 80-е, 70-е годы. Ну, такой формы ручки были и раньше, просто сам помазочек тех лет. Так, ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я по пятибойной шкале все вам расскажу. Продолжение следует... 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 но на мой взгляд мыло интересное все ребят всем пока спасибо за внимание счастливо